Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы посмотрим на игру Ананда в русской партии за черных. И он является здесь тоже специалистом, не против сделать ничью черным цветом. И давайте смотреть. Первая партия была в 93 году сыграна Анандом. Против Найджела Шорта он играл. И Найджел Шорт нанес Ананду поражение раннему Ананду в русской партии. Итак, давайте вспомним ходы первоначальные с вариантом конь c6. e4, e5, конь f3, конь f6, конь d5, d6, конь f3, конь бьет e4, d4, d5, слон d3, конь c6. Вот этот вариант мы смотрим, основной классический, в котором белом очень сложно получить выигрыш. Но вот шорту в данной партии это удалось. Давайте смотреть, как это было. Рокировка. Самый естественный ход Каспаровский. Слон e7, c4, конь b4, слон e2, слон e6. Новинку играет Ананд, слон e6. В данном случае, по разбору партий Каспарова-Карпова, Крамника, то что играл Крамник, черным цветом против Каспарова. Слон e6 сыгран, в данном случае, амбициозно. Конь c3, рокировка, слон e3, слон f5, получается, что потеря темпа просто. Конь e5, слон f6, g4. Вот так играет Найджел Шорт, использует потерю темпа. Каспарова идет на ослабление структуры собственного короля, но для того, чтобы победить. Видимо, именно таким способом резким нужно играть на победу. Потому что вот мы видели в предыдущем видео против Каспарова, как легко доставалась ничья черным. И, в принципе, размены шли, и борьбы не было. Здесь же идет борьба. Итак, слон e6, f4, конь бьет c3, bc, конь c6, слон f3, слон бьет e5, de, d4, прорыв по центру производит анан, cd, слон бьет c4, d5, конь e7. Очень мощный центр образовался у белых. Слон c5, слон бьет f1, жертва качества, король бьет f1, ферзь d7, ферзь b3, b6, слон a3, ладья а на e8. Ну вот, как мы видим, она защищается, то есть уже в глухой обороне находится. Ладья d1, конь g6, e6 такой удар, ферзь d8, f5, конь e5, слон e2, ферзь h4, ферзь g3, ферзь бьет g3, hg. Вот произошел переход в эншпиль, но, как мы видим, эншпиль безрадостный для черных. Тяжелый эншпиль. fe, слон бьет f8, король бьет f8, de, король e7, g5, продолжается на движении пешек на королевском фланге. c6, вот так скромно играет анант, g4, g6, ладья d4, gf, gf, ладья f8, ладья f4, b5, король e1, h6, g6, gh, ладья h8, ладья e4, король f6, e7, отвлечение и одновременно проведение. Король бьет f5, ладья бьет e5. И вот так завершилась партия, анант сдался. После король бьет e5, слон h5, пешка неминуемо проходит ферзи, приходится отдавать, пешка e проходит ферзи, приходится отдавать ладью, а к пешке h так и не подобраться к королю черному, поэтому сдался анант. Давайте смотреть дальше. Научный горьким опытом в 1994 году анант вновь играет русскую партию, этот же вариант, против Ильи Смирина и выигрывает. Давайте смотреть, как это произошло. Рокировка играет Смирин, слон e7, c4, конь b4, слон e2, слон e6, вновь этот ход делает анант, конь c3, рокировка, слон e3, слон f5, ладья c1, dc, слон b4, в этот раз не позволяет образовать мощный пешечный центр анант, c6, конь e5, конь bc3, bc, конь d5, ферзь b3, f6, ферзь бьет b7, fe, Смирин решает отдать фигуру за пешки, ферзь бьет c6, слон e4, и видимо вот этого хода слон e4 он не предусмотрел. Де, король h8, слон d4, ладья c8, ферзь а6, конь f4, f3, ладья c6, ферзь а4, ладья бьет c4, вот такой, значит, отдача качества со стороны ананда, ферзь бьет c4, слон d3, ферзь c6, конь e2, шах, король h1, конь бьет d4, cd, слон бьет f1, ладья бьет f1, вот такая комбинация удалась ананду, ферзь бьет d4, и, как мы видим, лишняя фигура сохранилась, то есть, после того, как анандув отдал сначала качество, с помощью комбинации, он это качество вновь вернул, и вновь сохраняет лишнюю фигуру, и стоит на выигрыш. f4, ферзь бьет e5, вот такой ход делает анант наглый, и после того, как потерялась эта пешка, говорить уже, в принципе, не о чем, ясно, что здесь на победу играют черные. g3, ферзь c5, ферзь e4, слон f6, король g2, ладья c8, ладья f2, ферзь c6, от размена не уйти, ферзь бьет c6, ладья бьет c6, g4, h6, король f3, ладья c3, король e4, король h7, ладья e2, ладья c4, король f5, ладья c5, шах, король e6, ладья c4, ладья f2, король g6, h3, ладья c3, ладья h2, ладья f3, f5 шаг, король g5 ну вот максимально надвинули пешки белые но теперь они остановлены эти пешки и осталось реализовать это a4, король h4, король d5, ладья a3 король c6, ладья бьет a4 король b7, a5, король b6 ладья a3, король b5, ладья бьет h3 и здесь Смирин сдался ввиду того, что пешки все теряются а проходные пешки на королевском фланге у черных решают судьбу этой партии так, давайте смотреть дальше гатта камский с анандом сыграли партию в дебюте русской партии давайте смотреть эту игру итак, вариант тот же самый, конь c6 рокировка, седьмой ход слон е7, c4, конь b4, слон е2, слон е6 ананд играет по своему варианту конь c3, рокировка, слон е3 слон f5, ладья c1, dc, слон c4, c6 конь е5, конь бьет c3, bc, конь d5, ферзь f3 камский играет на победу это видно активно в игру ввел ферзя слон е6, ладья f на е1 конь бьет е3, ферзь бьет е3 слон бьет c4, конь бьет c4 слон f6, ладья b1, b6 ферзь f3, ладья c8 конь е3, g6, d5, слон g5 dc, слон бьет е3, ладья бьет е3 ферзь d6, ладья d1 ферзь бьет c6, ферзь бьет c6 ладья бьет c6, ладья d7 ладья f на c8 ладья е на е7 ладья бьет c3 h3 ладья f8 ладья бьет а7 ладья c1 шаг, король h2 ладья c6 ладья е на b7 ладья f6 и последовало соглашение на ничью на доске стоит крепость и видим, что анант в этой партии устоял камскому не удалось получить здесь атаку давайте смотреть следующую партию играл еще более амбициозный игрок белыми попал на русскую партию веселин топалов и давайте смотреть, как это было итак, разыграем тот же самый вариант седьмой ход, рокировка слон е7 c4 слон е6 ладья е1 конь f6 cd слон бьет d5 конь c3 рокировка конь бьет d5 ферзь бьет d5 слон f4 ферзь d8 а3 конь d5 слон g3 слон f6 слон е4 конь c на е7 ферзь b3 ферзь d7 конь е5 слон бьет е5 де c6 ладья а на d1 как видим, в данной партии инициатива у белых но у черных нет слабостей ладья f на е8 ферзь c2 g6 ферзь b3 b6 h3 ферзь е6 ладья d2 ладья а на d8 ладья е на d1 ладья d7 ферзь f3 конь f5 слон f4 ладья е на d8 слон g5 конь f на е7 слон бьет d5 cd слон f6 d4 ферзь e4 d3 ладья бьет d3 ладья бьет d3 ладья бьет d3 ладья бьет d3 ферзь бьет d3 конь d5 вот такой эншпиль образовался с лишней пешкой у белых но как оказалось этого не хватило топалову для победы все-таки слишком мало материала ферзь d4 h6 h4 король h7 g3 ферзь d7 ферзь c4 конь c7 ферзь c2 h5 ферзь e4 конь d5 b4 ферзь e6 ферзь c4 король g8 ферзь d4 конь бьет f6 еф король h7 a4 ферзь f5 b5 ферзь b1 шах король g2 ферзь f5 ферзь c3 g5 hg ферзь бьет g5 ферзь d3 шах король h6 ферзь d6 король g6 ферзь d7 ферзь e5 ферзь бьет a7 ферзь e4 шах король h2 ферзь d4 король g1 ферзь d1 шах король g2 ферзь d5 шах и как мы видим получилась ничья можно так сказать с вечным нападением на пешку f и шахами ничья следующая партия против еще одного амбициозного игрока комбинационного плана Алексея Широва и здесь 2000 год и здесь анант сделал быструю ничью Широв не пошел на борьбу давайте смотреть как это было турнир Линарис важнейший турнир один из топовых на тот момент седьмой ход рокировка слон e7 c4 конь b4 слон e2 рокировка конь c3 b6 конь e5 слон b7 a3 конь c3 bc конь c6 слон f3 конь a5 c5 c6 ладья е1 слон f6 конь g4 слон c8 cb ab a4 конь c4 конь b6 ферк b6 слон a3 конь b3 ладья b3 слон e6 ферзь b3 и последовало соглашение на мячью удалось в данной позиции вот если смотреть удалось создать слабости черным белые значит пешка b например 6 слабая пешка c6 слабая в принципе можно было еще и поиграть эту позицию хотя с другой стороны не видно как серьезно напасть на эти пешки итак давайте смотреть дальше партию с каспаром вы можете посмотреть в другом видео как анант сделал ничью также в ленарисе в этом же турнире теперь еще один атакующий шахматист майкл адамс и анант вновь делает ничью давайте смотреть как это было итак тот же самый вариант седьмой ход рокировка слон e7 c4 конь b4 слон e2 рокировка конь c3 слон f5 a3 конь c3 bc конь c6 ладья e1 dc слон bc4 слон d6 слон g5 ферз d7 конь h4 конь a5 слон a2 слон e6 слон бьет e6 fe появилась вот первая слабость в позиции у черных конь f3 ладья a на e8 слон h4 ферз c6 ферз c2 h6 слон g3 ферз d5 a4 конь c4 ладья e4 h6 ферз e2 ферз c6 ладья e1 слон бьет g3 hg конь d6 ладья бьет e6 пешка пала но пала и пешка c3 у белых центр развалился ферз бьет c3 ладья e5 ферз b3 и последовало соглашение на ничью давайте смотреть дальше жестокий бой устроил майкл адамс в этом же турнире в нью-дели в тегеране в 2000 году ананду ананду после того как черными сделал вот мы смотрели партию ничью адамс решил сделать усиление вновь была разыграна русская партия итак седьмой ход рокировка слон e7 c4 конь b4 слон e2 рокировка конь c3 слон f5 a3 конь c3 bc конь c6 ладья e1 dc слон bc4 слон d6 ладья a2 ферзь d7 конь g5 слон g6 конь e4 ладья f на e8 ладья a на e2 слон бьет e4 ладья бьет e4 ладья бьет e4 ладья бьет e4 ладья e8 выменивает максимальное количество фигур ананду f3 конь d8 слон b3 c6 a4 конь e6 g3 конь c7 король g2 b6 ферзь d3 конь d5 слон g5 слон f8 h4 g6 ферзь d2 h6 слон f4 ладья бьет e4 fe конь f4 конь бьет f4 ферзь бьет f4 король g7 h5 gh e5 пытается максимум выжать из позиции адамс король g8 ферзь f3 слон g7 ферзь бьет h5 c5 подрывает центр анант ферзь f3 cd cd ферзь e7 ферзь c6 слон f8 ферзь g6 шах слон g7 ферзь f5 ферзь e8 король h2 ферзь e7 король g1 ферзь e8 король f2 король f8 король e3 король g8 король d3 ферзь e7 g4 слон f8 слон d5 ферзь b7 слон b7 слон b4 итак на доске разноцветные слоны ничейная тенденция и давайте посмотрим как будет произведена ничья потому что все-таки пешка d может d4 может продвинуться до d6 дальше ее может поддержать слон до поля d7 то есть пешка h6 слабая и пешка f7 слабая итак d5 король f8 король f5 слон e7 слон h6 слон g5 d6 слон h4 слон d5 слон g3 король e4 слон h2 король f5 слон g3 слон c4 слон h4 слон d5 король e8 слон c4 король f8 черные стоят заняли стойку слон d5 слон g3 слон c6 слон h4 король e4 слон g5 слон b5 слон h4 c4 выигрывать пробовать можно только походом короля на поле c7 только так король d5 слон g3 e6 fe король e6 слон f4 d7 слон c7 король d8 шах король g6 слон g5 и здесь последовало соглашение на ничью к сожалению пробить эту оборону не получилось майкл адамсу анант вновь сделал ничью 2003 год венка дзэя веселин топалов вновь попал на русскую партию против ананда и анант выиграл эту партию видимо в атаке ошибся веселин топалов давайте смотреть как это было седьмой ход рокировка слон e7 c4 конь f6 h3 конь b4 слон e2 dc слон bc4 рокировка конь c3 c6 ладья e1 конь b на d5 ферзь b3 конь b6 слон d3 слон e6 ферзь c2 h6 ладья бьет e6 жертвует качество топалов fe ферзь e2 ферзь d7 слон d2 слон d6 конь e4 конь b на d5 конь d6 ферзь d6 ладья e1 ладья a d8 a3 ладья f на e8 слон b1 c5 конь e5 cd ферзь d3 конь e3 вот такой удар наносит анан комбинационный конь f3 конь e на d5 слон бьет h6 конь f4 слон бьет f4 ферзь бьет f4 слон a2 ладья d6 h4 ферзь h6 слон c4 ферзь h7 ферзь b3 d3 ладья d1 d2 ферзь b4 ладья e на d8 конь g5 ферзь c2 очень опасная пешка образовалась у черных слон b3 ферзь c6 g3 ферзь b6 конь b6 ферзь b4 ab ладья c8 король f1 король h8 конь g5 ладья d4 конь f7 шах король h7 конь g5 король h6 конь f7 шах король g6 конь e5 шах король h7 конь f3 ладья бьет b4 конь d5 ладья d8 слон c2 шах король h8 b3 ладья b на d4 практически мертвая связка стоит у белых король e1 b5 конь b1 ладья e8 шах король f1 ладья бьет d1 слон d1 конь e4 слон c2 a5 конь a3 конь d2 шах король g2 ладья b8 g4 b4 конь b1 конь b1 слон b1 ладья c8 слон f5 ладья c3 и здесь топалов признал свое поражение с пешками ферзьевого фланга слону не справится следующая партия тоже в этом же турнире венказе 2005 год не пошел на этот раз на борьбу топалов ограничился быстрый ничей с анандом давайте посмотрим какие ходы были в партии итак седьмой ход рокировка слон е2 рокировка конь c3 слон f5 a3 конь c3 bc конь c6 ладья е1 ладья е8 слон е3 слон f6 конь d2 конь a5 cd ферзь d5 ферзь a4 слон d7 ферзь b4 слон e7 ферзь b2 слон c6 слон f3 ферзь d7 ферзь a2 ладья a на d8 a4 b6 h3 слон f3 конь f3 ферзь d5 предложил обмен ферзей а на и топалов подумал видимо и решил согласиться ферзь d5 последовало соглашение на ничью ну как видим слабостей у черных нет следующая партия против атакующего шахматиста анант избирает вновь русскую партию это против юрид полгар комбинационного игрока давайте посмотрим как полгар пыталась играть эту партию итак седьмой ход рокировка слон е7 c4 конь b4 слон е2 рокировка а3 конь c6 конь c3 конь c3 bc слон f5 ладья e1 ладья e8 cd ферзь d5 слон f4 ладья а на c8 слон d3 ферзь d7 ладья b1 слон d3 ферзь d3 b6 d5 слон f6 c4 h6 h4 конь e7 ладья b на d1 конь g6 слон g3 h5 ладья c1 слон b2 ладья b8 ладья b8 ладья c2 слон f6 c5 bc ладья b5 конь e5 ферзь b5 ферзь b5 ладья b5 конь f3 gf слон e5 ладья a5 слон d6 ладья b7 ладья e1 шах король g2 ладья d1 ладья a5 король h7 a4 ладья d4 король f1 f5 слон бьет d6 полгар зафиксировала ничью то есть посмотрела на позицию но тут после f5 уже надо было бить иначе просто вырезался бы слон и вот такая ничья получилась следующая партия сыграно в 2005 году в Ленарисе против Петра Лико Анант решил сыграть русскую партию возможно его устраивала игра с минимальным риском но как как мы видим мало чем рискуют в русской партии черные то есть слабостей никаких не допускается в их структуре победить их очень сложно итак Лико играет 7 ход рокировка слон e7 ладья e1 слон g4 c3 f5 ферзь b3 рокировка конь bd2 конь a5 ферзь c2 слон d6 конь e5 слон h5 вот Анант применяет очень агрессивные очень агрессивно играет русскую партию как мы видим то есть другой план избирает b4 конь c6 конь f3 конь d на f3 ладья e8 слон b2 ферзь f6 ферзь b3 король h8 слон e2 ладья бьет e5 жертвует качество д e конь e5 конь e5 слон e5 слон h5 слон h2 шах король h2 ферзь h4 шах король g1 ферзь f2 шах король h2 и вот в результате этой комбинации у Ананда оказалось только вечный шах и последовал вот такое симпатичное симпатичное ничья последовало в русской партии то есть ну видно что в данном данную партию можно стараться играть и сильнее усиливать то есть вполне возможно тут можно искать усиление в этой партии и так это партия ленарис 2005 год Леко Ананд так ну партию с Каспаровым Ананд мы видели в первом видео вновь ничья удалась Ананду а вот теперь посмотрим как Ананд выиграл Петра Леко в 2005 году в Монте-Карло партия была сыграна итак Леко играет рокировка слон Е7 С4 конь Б4 слон Е2 рокировка конь С3 слон Ф5 А3 конь БЦ3 БЦ конь С6 ладья Е1 ДЦ слон БЦ4 слон Д6 ладья А2 ферзь Д7 конь Ж5 конь А5 слон Д3 ладья А на Е8 ладья А на Е2 ладья БЮ Е2 ферзь БЮ Е2 Б6 ферзь Ф3 слон Ж6 слон БЮ Ж6 ФЖ вот так вот Анант открывает себе линию Ф ферзь Е2 А6 конь Е6 ладья Е8 С4 конь Б3 слон Б2 слон БЮ А3 такую комбинацию проводит Анант на слон БЮ А3 конь БЮ Д4 будет сыграно видимо не сразу а предварительно а нет сразу конь БЮ Д4 сразу итак слон БЮ А3 конь БЮ Д4 конь БЮ Д4 ладья БЮ Е2 конь Е2 итак ферзь остался один в игре у Ананда против трех фигур Петра Лико и вот эту проблемную позицию Анант выиграл ну видно что пешек запасся пешками Анант прилично есть чем играть кроме как ферзем то есть надвигать пешки можно и давайте смотреть как это было ферзь Д3 слон Б2 ферзь Д4 H3 C5 3 пешки ферзь фланга против трех фигур белых конь Ж3 ферзь Б3 слон Е5 А5 А5 H4 А4 H5 король H7 HG король G6 F4 А3 F5 король Ф7 конь Е4 А2 слон А1 ферзь Д3 Ф6 ЖФ конь Бет Ф6 ферзь Д2 король Ф1 Б5 конь Е4 ферзь Д5 король Ф2 Б4 король Е3 С4 ладья Ф1 шах король Е6 ладья Ф6 шах король Е7 ладья Д6 ферзь Бет Е4 Вот такая комбинация последовала со стороны Ананда в конце финале Король Дет Е4 Король Дет Д6 Ж4 С3 Король Д3 Король Д5 И мы видим, что прорывается черный король к пешкам, помогает им пройти ферзи Давайте смотреть партию, как крамник против Ананда Выпала такая вот судьба, как крамнику играть против Ананда Русскую партию, хотя крамник сам является специалистом в русской партии То есть мы будем смотреть это в следующем видео Итак, что же продемонстрировал крамник против своей же игры Давайте смотреть Партия 2005 года Седьмой ход, рокировка Слон Е7 С4 Конь Б4 Слон Е2 Рокировка Конь С3 Слон Ф5 А3 Конь БЦ3 БЦ Конь С6 СД Фердбь Д5 Слон Ф4 Конь А5 Слон БЦ7 Вот так вот играет нагло крамник Ладья А на С8 Слон БЦа5 Фердбь А5 С4 Слон Ф6 Слон Д3 Слон Ж4 Слон БЦ3 Слон БЦ3 Фердбь А5 Фердбь А5 Фердбь А5 Фердбь А5 Ладья А5 Слон БЦ7 Но, как видим, у черных слабостей вообще никаких нету Им можно просто стоять и ждать, когда пешка продвинется до Д5 А дальше блокировать слоны разнопольные Черный слон будет как раз хорошим Слон Ж4 Ладья БЦ4 Ладья БЦ4 Ладья БЦ4 Ладья БЦ4 Фердбь А5 Такая вот связка Ладья Д5 Развязка Слон БЦ3 Ладья БЦ5 БЦ Король Ф1 И вот так вот тактическая заварушка закончилась вот такой ничьей Согласились с соперниками ничью То есть тут, естественно, как бы говорить нечем Ничейная позиция Так Сейчас мы посмотрим, как Майкл Адамс проиграл Анандо В этом варианте русской партии Ну, то есть, по сути, это и есть русская партия То есть, основной классический вариант Где черные мало чем рискуют Рокировка Седьмой ход Адамс играет Слон Е7 С4 Конь Б4 Слон Е2 Рокировка Конь С3 Слон Ф5 А3 Конь БЦ3 БЦ Конь С6 Ладья Е1 Ладья Е8 СД Ферзь БЦ5 Слон Ф4 Ладья А на С8 Слон Ж3 Слон Д6 Конь Д2 Слон БЦ3 ХЖ Конь А5 Ферзь А4 Слон Д7 Ферзь С2 Б6 Слон Д3 Слон Х7 Слон Х7 Шах Король Ф8 Слон Е4 Ферзь Д6 Конь Ф3 Слон Е6 Конь Е5 Слон Б3 Ферзь Е2 С5 Удар наносит по центру Анант Подрывает Коня Е5 Ферзь Ж4 Ладья С на Д8 Слон Ф5 СД СД Конь С6 Конь БЦ6 Ладья БЦ1 Ладья БЦ1 Ферзь БЦ6 Ферзь Е2 Ферзь Д6 Ферзь Ф3 Слон С4 Ферзь Е3 Слон Б5 Ладья Д1 Слон А4 Ладья Д2 Ну вот пока непонятно Как проиграл эту партию Адамс То есть позиция В принципе Видно, что у черных нет слабостей У белых слабая пешка Д4 Которая, в принципе, заблокирована Далеко она продвинуться не может Итак, ладья Е8 Ферзь С3 Х5 Ферзь С1 Ферзь Е7 Ферзь С3 Ферзь Ж5 Слон А3 Какое-то вот странное отступление слона Король Ж8 Д5 Решили продвинуть пешку дальше Но Слон с А3 после хода Ф5 Выключен из игры Д6 Слон Д7 По сути, сейчас игра идет без фигуры То есть просто чудовищную ошибку совершил Адамс Ладья Д1 Ферзь Ж6 Ферзь С7 Ферзь Е6 Ферзь идет А7 Б5 Ферзь С5 Ж5 Ж4 ХЖ Слон бьет Ж4 ФЖ Попался слон Пришлось его отдавать Ферзь Б5 Шах Король Х7 Ферзь Х5 Шах Король Ж7 Ферзь Ж5 Шах Ферзь Ж6 Ферзь С5 Ферзь Ф6 Ферзь А7 Ферзь Ф5 Ферзь Д4 Шах Король Ж6 Ферзь С3 Ферзь Е5 Ферзь Д3 Шах Король Ж7 Ферзь С2 Ладья А8 Создается уже неприятная угроза по линии h Она и решает Ферзь c7 Ферзь h2 шах Король f1 Ферзь h1 шах Король e2 Ладья e8 шах Адамс признал свое поражение На король d2 Что заготовлено на король d2 Слон на d7 висит На ферзя напали Ферзь h6 шах Наверное Король d3 тогда Так На король d2 Ферзь h6 шах Король d3 И не видно продолжение дальше Ну наверное просто ферзь e6 Угрожает Ферзь e2 Король c3 Ферзь c4 Шах Ферзь c4 Бц С разменом ферзей Наверное вот В связи с этим вариантом Сдался Адамс Так давайте смотреть дальше Петер Лико Против Ананда 2005 год Лико играет Седьмой ход рокировка Слон e7 С4 Конь b4 Слон e2 Рокировка А3 Конь c6 cd Ферзь bd5 Конь c3 Конь bc3 bc Слон f5 Ладья e1 Ладья f на e8 Слон f4 Ладья а на c8 h3 Слон e4 Конь d2 Слон bg2 Вот так вот Уже В дебюте Такой Получает разгром Лико Слон g4 Слон h1 Угроза мата f3 Слон h4 Выигрыш ферзя грозит Ладья f1 f5 Слон h5 g6 В свою очередь Попался Слон Белопольный Белых Король h1 gh Ладья g1 Шах Король h8 Ферзь f1 Слон f6 Ладья b1 Конь e7 Слон g5 Слон bg5 Ладья bg5 Ладья g8 Ладья bg8 Ладья bg8 Ферзь e2 Конь g6 Ладья b5 Ферзь c6 Ладья bf5 Ферзь c3 Ладья d5 Ферзь а3 Король h2 Ферзь f8 Видим, что Анан запасся пешками На ферзь фланге Уничтожил все белые пешки И продолжает Игру Оба короля Получается Без достаточного прикрытия Ферзь e6 Ферзь f4 Шах Король h1 Ладья f8 Ферзь e2 Х4 Ладья d7 Ладья f7 Ладья d8 Шах Король g7 Конь e4 Ферзь f3 Шах Вынужденный размен ферзей Ферзь бьет f3 Ладья бьет f3 Конь c5 b6 Конь e6 Шах Король f6 Конь бьет c7 Ладья бьет h3 Шах Король g1 Ладья d3 Единственная пешка осталась у белых Против четырех У ананда Конь b5 Король g5 Конь бьет a7 h3 Конь c6 Король g4 Ладья a8 Король g3 Ладья a1 h2 Шах Король h1 Конь f4 Конь e5 Ладья e3 Ладья d1 Король h3 Конь f7 Ну вот в клетке находится Ферзь Последовал вот такой еще ход Ладья g3 И видим что Просто Под матом находится Король То есть Сейчас грозит ход Конь d3 И конь f2 Мат А какая защита Против этого Ну допустим Если Д5 Конь d3 Ладья f1 То тогда решает Жертва Коня Или нет Даже лучше пожертвовать Ладью Ладья g1 Ладья бьет g1 Конь f2 Мат Может так сказать Спертый мат Получается Но тут На любой вкус Мат Можно и Конем поставить Можно и Ладьей поставить Мат Кому как нравится Итак 2007 год Линарис Свидлер Против Ананда Это Заключительная Партия В моей базе Данных Которая Датируется Вплоть до 2013 Года Ананда Партии Больше нет То есть В 2007 Году Только он Сыграл Русскую Партию Потом Отказался От нее Стал Играть Видимо Испанскую Партию Только Испанскую Партию Потому что Все таки Победить Белых Достаточно Сложно Итак Давайте смотреть Свидлер Играет Седьмой ход Рокировка Слон Е7 С4 Конь Б4 Слон Е2 Рокировка А3 Конь С6 СД Ферд Д5 Конь С3 Конь БЦ БЦ Слон Ф5 Ну Никаких Неожиданностей Не произошло То есть Играется По лекалам Еще Карпова Ладья Е1 Ладья Ф на Е8 Слон Ф4 Ладья А на С8 Н3 Слон Е4 Анант Вновь Играет Вариант Который Ему Принес Успех То есть На ход Конь Д2 Слон Дед Ж2 Следует Как он Выиграл Предыдущую Партию Ферзь А4 Играет Свидлер Ферзь Ф5 Слон Ж3 Слон С2 Ферзь Б5 Ферзь Б5 Слон Б5 А6 Слон БЦ БЦ Испортил Пешки На ферзь Фланге Свидлер Но Посмотрим Достаточно Ли Этого Для того Чтобы Побеждать Ладья Е5 Ф6 Ладья А5 Слон Д3 Конь Е1 Слон Д5 А4 Слон Е2 Конь С2 С5 ДС Вот таким Образом Избавились От слабости Черные И образовали Две Сдвоенные Пешки Белым По линии С Король Ф7 С6 Ладья Е на Д8 Конь Е3 Ладья Д2 Ладья Б1 Слон Д6 Слон Бьет Д6 Ладья Бьет Д6 Конь Ф5 Ладья Бьет С6 Конь Д4 Ладья Б6 Ладья Е1 Слон Д3 Ладья С5 Ладья Д6 Ладья Е3 Слон Б1 Конь С6 Ладья Е8 Конь Д4 Ладья С8 Ладья Е2 Слон Д3 Ладья Е1 Ладья Д7 Ф3 И последовало соглашение на ничью Хотя Всего доброго